КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Сегодня мы предметно, насколько я правильно понимаю, поговорим о высшей школе русской и зарубежной филологии. С вашего позволения я представлю спикеров, которые сегодня нам будут здесь все интересное рассказывать, и нам и вам абитуриенты. Фануза Харисовна Тарасова, декан высшей школы русской и зарубежной филологии имени Ильва Толстого. Захарисовна, вам добрый день. Здравствуйте. Игорь Олегович Гуриянов, доцент кафедры романа германской филологии. Игорь Олегович, добрый день. И Алексей Германович Мелехов, старший преподаватель кафедры зарубежной литературы. Алексей Германович, вам тоже доброго дня. Рады вас здесь видеть. Что ж, не так давно мы с вами виделись. Сегодня, я же правильно понял, что мы предметно будем говорить о высшей школе, но еще предметнее об одном направлении. Такой небольшой спойлер даем. Да-да-да. Прежде чем начнем, давайте вкратце о самой высшей школе и уже потом перейдем ближе к тем вопросам, которые заготовили. Вопросы у нас намного отличаются от тех, которые у нас обычно бывают на нашей программе. Прошу вас. Добрый день, дорогие наши абитуриенты. Добрый день, уважаемые гости. Сегодня мы хотим рассказать о высшей школе русской и зарубежной фиологии имени Льва Толстого. Высшая школа русской и зарубежной фиологии объединяет четыре кафедры. Это кафедра романа германской фиологии, кафедра зарубежной литературы, кафедра теории и практики преподавания, а также кафедра прикладной и экспериментальной лингвистики. Сегодня более подробно мы хотели бы рассказать об одном из ведущих направлений нашего института — это филология. Вы, наверное, уже обратили внимание, что филология есть и в названии института, а также и в названии нашей высшей школы. Филология, так как это классическое направление, и мы сегодня с вами хотим поговорить о зарубежной фиологии. Если говорить о слове филологии, то это наука о слове, и насколько сильное воздействие порой имеет слово, об этом можно и не говорить, но, как правильно заметил немецкий философ Георг Клаус, кто владеет словом, тот владеет всем миром. И сегодня, говоря о зарубежной филологии, хотелось бы сказать, что это ведущее направление нашей высшей школы, и обычно к нам приходят абитуриенты, которые хотят свободно говорить на иностранном языке, которые любят литературу, в особенности зарубежную литературу, и те, которые хотят в дальнейшем получить все необходимые компетенции для того, чтобы начать свою карьеру. Профиль «Зарубежная филология. Английский язык. Литература и переводоведение» включает в себя три аспекта. Это, во-первых, глубокое знание языка, основного языка на уровне B2, Знание второго иностранного языка на уровне C2, и знание второго иностранного языка на уровне B2, а также знание культурологических аспектов и литературоведение. Данное направление еще представлено одним профилем — это испанский язык, литература и переводоведение. Мы делаем набор на два этих профиля, и поэтому предлагаем нашим абитуриентам послушать сегодня беседу именно о зарубежной филологии, какие компетенциями вы овладеете, чем вы будете заниматься в дальнейшем, и где вы можете найти себе достойное рабочее место. — Спасибо, Фанна Захарисовна. Давайте познакомимся с вашими коллегами. Игорь Олегович, по-моему, в прошлом году вы у нас были всего лишь один раз. Алексей Германович, по-моему, у вас первый раз на нашей программе, да? — На вашей, да. Был на Универ-ТВ, но не у вас. — Давайте познакомимся, Фанна Захарисовна. Представьте ваших коллег. — Сегодня вместе со мной принимают участие исполняющие обязанности заведующего кафедры романа германской филологии Гурьянов Игорь Олегович, кандидат филологических наук, доцент, а также старший преподаватель кафедры зарубежной литературы Мелехов Алексей Германович, также кандидат филологических наук. — Спасибо. И прежде чем перейдем к вопросам, созрел у меня один вопрос. Как раз-таки для абитуриентов он будет таким даже значим, можно сказать. Представим то, что вы сейчас вновь абитуриенты, то есть окунемся в ваше прошлое. Как вы пришли к тому, что вы хотите быть именно филологами, и как получилось так, что уже стали доцентами, заведующими кафедрами, деканами? Вот что в вашей жизни случилось, то, что вы захотели связать свою жизнь с филологией? — Ну, позвольте, тогда я начну, расскажу про свою историю. В классе, наверное, в девятом я вообще думал о том, что я буду инженером. Я обожаю автомобили, обожаю все, что с этим связано, и до сих пор некоторые мои студенты из-за этого страдают, потому что приходится переводить очень много автомобильных шоу, очень много передач, которые связаны как раз с различными механизмами, двигателями и так далее. Но я надеюсь, что это все не просто так делается, и они получают уникальные компетенции. Но я понял, что с математикой у меня, конечно, не так, чтобы очень хорошо. И вообще есть такой ритуал у меня. Каждый первый курс, когда мы с ним встречаемся, я начинаю спрашивать, почему вы пришли на филологию. Топ-3 ответа. Первый из них — это, конечно же, не очень хорошая математика. Но это, наверное, заблуждение, что можно быть хорошим филологом, но абсолютно не разбираться в различных других направлениях. В частности, математика тоже иногда бывает нужна, особенно когда вы работаете со статистикой, когда вы готовите свое научное исследование. А математика, как минимум базовая, она может помочь серьезно. Следующий, наверное, этап моей жизни был связан с тем, что я решил, что все, я стану политологом. Я буду... Тогда были интересные политические шоу, и я решил, что все, я поступлю в клуб юных политологов, буду всячески, значит, заниматься активной деятельностью и делать этот мир лучше. Но потом в какой-то момент я просто понял, когда начал готовиться к обществу о знаниях, что да, вроде бы это интересно, но нет вот этого ощущения, что щелк, вот оно твое. И я начал искать, думать дальше. Мы начали советоваться с различными специалистами, которые уже закончили разные направления. И как раз одна из наших знакомых, она была преподавателем на тот момент кафедры романа германской филологии, и сказала, почему вам не рассмотреть филологию? Читать я любил с детства. Моя семья как-то вот... Это было очень все естественно. Сейчас говорят, что люди не читают. На самом деле, когда ты читаешь, то и твой ребенок начинает читать. Поэтому вот эта любовь к книгам, она у меня зародилась с самого-самого детства. И после того, как я посмотрел учебный план, подумал, «О, интересно, тут еще и литература будет». То есть это получается в будущем. Я буду читать книжки, мне за это будут платить деньги. Ну, кто от этого откажется? И так оно и получилось. Я прочитал много книжек, получил много знаний, и теперь я делюсь этими знаниями, и мне за это платят деньги. Другой аспект был очень интересен, что достаточно много было дисциплин с переводом. Я подумал, ну это же здорово. Помогать людям понимать друг друга, людям из абсолютно разных стран. И меня настолько зацепил перевод, что я достаточно долгое время, уже порядка, наверное, 10 лет работаю переводчиком еще. У меня есть и различные проекты, в которых я участвовал, от универсиады до чемпионата мира по футболу. И также я даже работал целый год в департаменте внешних связей переводчиком. Решил попробовать себя в новой стезе. Это было безумно интересно. И перевод, я считаю, что это тоже вещь, который никогда не наскучит. Потому что каждый раз тебе приходится сталкиваться абсолютно с разными вещами. Начиная от каких-нибудь там компрессорных установок, которые ты помогаешь монтировать с работягом где-нибудь на месторождении, и заканчивая переводом посла Великобритании, который приезжал лет пять назад к нам в университет. Например, одна из наших коллег на чемпионате мира переводила, ну, все любители футбола знают, про Диего Марадона. Она переводила как раз нашим первым лицам этого знаменательного футболиста и прикоснулась к легенде, тогда еще живой. И я понял, что действительно вот эта вещь, вот эти знания, они могут вас привести абсолютно... Вы даже иногда удивляетесь, господи, неужели я просто сюда попал, потому что я хорошо знаю язык, я прекрасно им владею, умею работать, писать тексты, переводить тексты и делать этот мир лучше. Если бы сейчас я поступал, то я бы поступил опять на филологию. Это, мне кажется, уже диагноз. Хорошо. Алексей Геровныч? Ну, наверное, в моем случае вопрос, что именно случилось, чтобы я поступил на филологию, он не совсем корректен, потому что вот такого переворачивающего события, наверное, все-таки не было. Это вот просто так вот мелочи, можно сказать, совпали. Точнее, их целый ряд, наверное. Потому что я вот в школе еще... Ну, я много чем мечтал. То есть я мечтал работать психологом долгое время, архитектором, то есть кинорежиссером. Я тайком мечтаю об этом и сейчас, признаюсь честно. Может быть, однажды. Но я где-то в старшей школе увлекся переводами. То есть я переводил тексты художественные в основном и переводил тексты песен. И я вот выбирал между бизнес-информатикой и зарубежной филологией, чтобы переводчиком, прежде всего художественным, работать. Так вышло, что после долгих довольно трудных размышлений я все-таки остановился на зарубежной филологии. И, в общем-то, я как раз и занимался в написании бакалаврского диплома переводом юмора на примере книг Терри Пратчета. То есть у меня по переводу ведению как раз и был первый диплом. Потом так вышло, что в магистратуру я решил сменить фокус на литературоведении. И вот я закончил по специальности лингвистика на филологии. То есть диплом у меня по переводу ведению был. И потом магистратуру и аспирантуру я уже по литературоведению, по той же филологии закончил. Я, в общем-то, преподавать в университете снова стал, когда только аспирантуру завершил. До этого я вот тоже работал переводчиком долгое время. Я вел для одного онлайн-издательства канал о литературе, то есть как контент-мейкер, как это сейчас говорят, наверное, работал. И до сих пор аудиовизуальным переводом занимаюсь, то есть его редактурой. То есть это фильмы, сериалы и так далее. Вот недавно корейские сериалы редактировал на «Кинопоиске». Они даже есть, правда, без моей фамилии. Интересно. И, в общем, так и вышло, наверное. Фанна Захарьевсовна, ваша история? Ну, знаете, у меня попроще. Молодые люди, конечно, они на самом деле, они увлечены литературой, они ораторы. Я в свое время увлеклась иностранными языками. И я сама закончила иностранные языки. Первый иностранный язык для меня был английский, второй иностранный язык — немецкий. И поэтому считаю, что это был правильный выбор, потому что знание языков дало мне возможность познакомиться и с новыми людьми, узнать много интересного, читать литературу на языке. Это большая радость для меня, то, что я могу это делать. Очень интересны ваши истории. Даже завидую в какой-то степени. Я просто в восьмом классе думал, ну, наверное, психологом буду, но в итоге оказался здесь. Давайте по вопросам пройдемся. Перед этим напомню, уважаемые абитуриенты, вы можете свои вопросы тоже писать в плеер нашей трансляции. Обязательно пишите. Самые интересные из них мы зададим во время нашего эфира. Переходим к вопросам. Первый из них звучит следующим образом. Кто такой филолог и почему стереотип, что с филологическим образованием невозможно найти работу, уже не работает? Думаю, Александр Германович. Давайте, мы начинали в прошлом раз, теперь я начну. Филолог — это человек, который занимается и литературой, и языком. И в частности, языком через литературу, и литературой через язык. То есть таким образом. И на самом деле, в некотором смысле, это дает более широкое представление о языке и культуре, потому что литература дает представление о культуре изучаемого языка и позволяет в него погрузиться. Ну и дает в том числе какие-то вот изысканные фразы, которыми можно перед друзьями, можно сказать, понтануться, так сказать. Это из более практических применений. Но на самом деле, именно читая литературу, можно погрузиться в контекст страны, которая изучается. И если говорить более широко, то есть потому что само по себе, как вы понимаете, это очень такие общие слова, изучает литературу и язык человека, то, по сути дела, филология прежде всего работает с текстами. И она дает навыки, которые связаны с работой с текстом. А с текстом на самом деле связано гораздо больше работ, чем кажется на первый взгляд. То есть даже вот работа педагога и преподавателя, она так или иначе включает в себя, об этом обычно не говорят, то есть это вот такая темная сторона в некотором смысле, но она включает в себя чтение огромного количества текстов. Просто вот чудовищно иногда. И если не уметь быстро выхватывать информацию из него, то этот процесс будет затягиваться. И вот как раз филология, она помогает в работе с текстом. И поэтому, на мой взгляд, вот этот стереотип, что филология не актуальная профессия, он вот несколько устаревший, потому что, может быть, какие-то отдельные и специфические работы могут устареть, но работа с текстом, она никуда не уйдет. То есть как и работа с языком, в принципе. И вот мне кажется, у филологии это вот наиболее ценное, что она дает, это вот эти навыки. Коллеги, что добавить? Да, я хотел бы добавить, как раз продолжить тему, которую Алексей Германович затронул, что сейчас есть достаточно много и нейросетей, которые помогают людям генерировать различные тексты, основываясь на больших данных. Но все-таки пока вот по моему опыту видно, еще видно, где торчат ушки машинного и перевода, и машинного как раз создания текстов. И филолог, наверное, это человек, который, прочтя такое большое количество текстов, он не может быть неграмотным. То есть ты хочешь, не хочешь, а ты проникаешь в язык именно с самой, наверное, чувствительной, с самой интересной точки, это с точки зрения литературы. Потому что ты немножко психолог, потому что так или иначе современная литература, например, она очень психологична. Ты становишься немножко и культурологом, потому что не понимая те же самые отсылки, когда разговариваешь с носителями языка, твое общение гораздо больше окрасов принимает, когда ты начинаешь говорить с ними на их языке. И люди удивляются, что, оказывается, ты читал и романы там 18 века, а не только там какие-нибудь такие хрестоматийные, скажем так, истории, или разбираешься в литературе современной. Но также филолог — это и человек, который умеет действительно находить тексты, адаптировать их под различные те же самые рынки. Например, в 90-х это были именно филологи и лингвисты, которые подарили нам прекрасные гнусовые переводы, которые подарили нам переводы достаточно большого количества книг, которые были запрещены в то время цензурой. И филолог — это человек, который, я думаю, что он чувствует тенденции не только в литературе, а вообще в мире, в информационном поле, очень чутко, потому что проработав и проанализировав такое большое количество и аудио-визуальной информации, ты просто не можешь не прочувствовать, а как живет другая страна. И я замечал такую тенденцию, что ты становишься гораздо более спокойным и терпимым к другим культурам. И вот эта вот некоторая настороженность и враждебность, она заменяется скорее интересом, потому что ты начинаешь думать, почему человек так написал в соцсетях, носитель ли он языка, или, может быть, это какие-то культурные обычаи, которые здесь уже работают. И ты начинаешь допытываться, допытываться, иногда твои друзья уже говорят, все, хватит, душно, открой дверь, потому что начинаешь филологически анализировать все это с точки зрения текста. Ну и, как я уже сказал, для меня это скорее образ жизни, потому что филолога выключить в себе практически невозможно. Вот как думаете, с чего вообще появился такой стереотип, что филолог — это бесполезная работа, это только сфера обслуживания, где-то в общепите, либо горничными в гостиницах, когда мы реально сейчас, например, в очередной раз убеждаемся, то, что гениальнейшие переводы того же самого Владовского тоже филологическая работа. И сейчас то, что дословные переводы, где идут попытки перевести непереводимую игру слов, вот откуда взялся этот стереотип все-таки? Ну, наверное, все-таки не все связывают филологию с каким-то прикладной наукой, потому что иностранные, есть у нас различные профили, есть у нас профиль иностранной языки, это мы готовим людей, которые могут, владеют языком только на коммуникативном уровне, умеют общаться, умеют передавать эти знания другим. Есть у нас также направление лингвистика с различными профилями, это в основном те, которые глубоко изучают просто структуру языка. Но филология — это люди, которые глубоко уходят язык и изучают его почти как родной язык. Мы ведь также изучали в свое время русский язык, мы изучали его через литературу. То же самое происходит и с филологией. И я хочу сказать, что специалисты, которые закончили направление филологии, работают и в редколлегиях, они работают в государственных учреждениях, они работают в различных общественных учреждениях. Это не обязательно только переводчики, это специалисты, которые работают с текстами, которым доверяют эту работу с текстом. И все-таки хочется отметить, обучаясь по направлению зарубежной филологии, наши студенты получают хорошее знание не только в области иностранных языков, но и в области русского языка, что сейчас в наше время очень важно. Поэтому, зная иностранные языки, глубоко зная русский язык, я думаю, что наши выпускники всегда востребованы. То есть, проще говоря, об этом стереотипе распространяют его те филологи, которые пришли просто ради корочки. Возможно. Либо же какой-нибудь человек с корочкой филолога пришел тогда в 90-м году в Москву на площадь возле Большого театра в новое заведение для всех и после этого, возможно, и пошел. Кстати, интересно провести такое исследование, наверное, будет. Можно каким-нибудь студентам вкинуть. История мема про филологию. Продолжим дальше. Про иностранные языки заговорили. И вот следующий вопрос. Сколько иностранных языков может изучить филолог в ходе обучения? Ну, я отвечу на этот вопрос, что когда я называла профили, то отмечала, что у нас есть профиль английский язык, литература переводоведения, где в качестве второго языка даются на выбор нашим студентам, это испанский язык или немецкий язык. Что касается и второй профиль, это испанский язык, литература переводоведения. Здесь, конечно, наши студенты все выбирают в качестве второго языка английский язык. Хочется сказать и о том, что на данный момент по программе испанский язык у нас работают носители языка, очень успешно, очень эмоционально, очень харизматичные такие преподаватели, которые, конечно, за время работы успевают привить любовь к своему языку, к литературе испанской. Поэтому в основном у нас вот три иностранных языка. Среди ваших студентов нет тех, которые при поступлении задались целью стать полиглотом, знать пять и более языков? Ну, я думаю, такие студенты есть, но у них как-то запал пропадает, когда не понимают, что чтобы один, даже два языка хорошо изучить, им нужно четыре года. И это только стартовый уровень. Да, сразу хотелось бы оговориться, что с языком такая очень интересная вещь. Он часто меняется гораздо быстрее, чем меняются учебники и чем меняются даже словари. Потому что обычно говорится, что каждые 25 лет язык сам себя очень сильно обновляет. И если вы возьмете язык, словарь какой-нибудь там года 85-го, вы очень удивитесь, сколько там уже слов устаревших ныне используется. Или вот еще одна у меня есть такая тайная хобби. Я очень люблю читать статьи, которые выходили году там в 2005-2007 по современному сленгу. И ты просто видишь такую кладезь устаревших слов, которые уже больше, ну, не употребляются никак, а-ля там «пайджернуть». Это уж для совсем. Это, наверное, даже там 96-й какой-нибудь год. Или там, например, «сникерснуть». Да, не тормози, сникерсни. Но язык — это такое огромное море, которое не переплыть. И поэтому я всегда своим студентам говорю, если вы слышите, что человек говорит, я знаю какой-то язык в совершенстве, не связывайтесь с ним. Скорее всего, человек очень серьезно переоценивает свои навыки, и вряд ли он действительно знает его совершенство. Потому что это все равно, что сказать, что я прочитал интернет. Как известно, Чак Норрис дважды его прочитал. Да, я бы хотел еще добавить, что вот у меня есть еще знакомые востоковеды. Они говорят, что по-настоящему изучать язык начинаешь, когда заканчиваешь курс на высший его уровень знания. То есть и только тогда ты начинаешь по-настоящему учить язык, а не его основы. И, в общем-то, действительно, я сам лично, я каждый день стараюсь как минимум по полчаса в день слушать на английском. То есть какие-то подкасты, какие-то аудиокниги или еще что-то, чтобы оставаться в языке. Игорь Олегович, вернемся к вашему изречению. Насколько быстро сейчас язык меняется? То есть те слова, которые были в обиходе в 85-м году, но они где-то примерно лет 5 только потеряли свою актуальность. В данном контексте времени, если рассматривать, то я думаю, что слово «краш» потеряет свою значимость примерно годика через два уже. Вот станет историзмом уже. Хочется верить, конечно. Но вопрос, что придет на замену. Потому что образ-то никуда не делся. Как мне кажется, что тут такой закон работает, язык саморегулируется. Его практически невозможно как-то вот какими-то актами, законами отрегулировать. Скорее мы даже наткнемся на прямо противоположный результат, что люди, когда начнут запрещать им краш, кринж и так далее, начнут что-нибудь другое изобретать. И это все будет очень сильно развиваться. Поэтому язык он сам вычищает и избавляется. Лингвисты говорят, что примерно из 100% вот этих вот заимствований остается процентов 10 максимум. А все остальное, оно отмирает. Либо находятся какие-то замены, либо что-то начинает уже употребляться, но уже с другим и с измененным смыслом. Я хотел еще добавить. Цитаты, правда, не по своей специальности, а из русской литературы. Кажется, у Пелевина была цитата, что новый эфемизм у слова туалет появляется в тот момент, когда старое обрастает дурным запашком. И, в общем-то, язык примерно так и работает. Интересное сравнение. Ну, подводя итог этой темы, лучше учить все-таки максимум два языка, но вдумчиво, нежели хвататься за все остальные. А то можно начать предложение на английском языке, середину ставить на немецком, закончить вообще на португальском, который бразильский. Да, да, да. Переходим к следующему вопросу. Уже окунаемся больше в студенческую жизнь вашего направления. Чем помимо учебы можно заниматься, обучаясь на филологии? Здесь имеется в виду и научная деятельность, и творческо-спортивная. Какие возможности предоставляет Казанский федеральный университет и, в частности, Институт филологии и межкультурной коммуникации, и еще, в частности, высшая школа русской и зарубежной филологии? Ну, я думаю, что начну с того, что большинство наших студентов увлекаются, особенно в филологии, это уходит в науку. И поэтому в нашей высшей школе наибольшее количество студенческих научных кружков. Что касается кафедры романа германской филологии, то это научный кружок, лингвистический ландшафт города Казани. Очень интересный научный кружок, где студенты изучают лингвистический ландшафт через... Казань берется как мультилингвальный город. И выводы наших студентов, которые они в дальнейшем излагают в своих курсовых работах, в выпускных и эволюционных работах, заинтересовали даже ученых из Москвы. Поэтому следующий кружок, наверное, Алексей Германович, это ваш, да? Несколько слов, если скажете. Да, у нас есть кружок, наверное, один из самых молодых у нас, литература в контексте других видов искусств. И он научно-просветительский. То есть у нас основная цель не научные исследования, а мы такие открытые научно-просветительские лекции даем. Прежде всего о том, как... Вот у нас была серия лекций про экранизацию классики. То есть это совместный кружок у кафедры русской филологии и зарубежной филологии. Поэтому мы чередуем экранизации, например, лекции про экранизацию классики зарубежной, например, Шекспира с Толстым и в целом. То есть у нас вот запланирована серия лекций про театр и театральные адаптации прозаического текста, в частности. Про книжные иллюстрации у нас уже были лекции. И иногда у нас студенты сами делают доклады, то есть по тем интересным им темам. Ну, кроме этого, еще два научных кружка. Это текстовая аналитика. То есть наши студенты занимаются еще также изучением сложности текстов по русскому языку. Это тоже очень интересный научный проект под руководством профессора Солнышкиной Марины Ивановны. И второй, еще один научный кружок, это под руководством Елены Анатольевны Горобец, который связан непосредственно с нейролингвистикой. Это что касается науки. Но кроме этого, наши студенты активно участвуют в студенческом совете нашего института, принимают участие в творческих коллективах, спортивных соревнованиях. Поэтому жизнь, конечно, в институте кипит. И думаю, что каждый студент находит себе именно свое направление, которое зовет его душа, что ему нравится. И студенты, конечно, у нас в институте не скучают. Кто-то проводит, участвует в языковых клубах с носителями языка. Поэтому мы стараемся с первого курса уже найти каждому студенту свое направление. То есть найдется чем заняться. Конечно. От работы, от учебы, время. Перейдем к следующей теме. Достаточно интересная и очень даже злободневная. Это GPT-чат. Нейросетка, которая с какой-то стороны, точнее, с чьей-то стороны, наоборот, только вредит науке, с другой стороны, помогает. Здесь, я думаю, к обсуждению можно еще и вспомнить слова нашего коллеги Леонида Григорьевича Толчинского, директора высшей школы журналистики и медиакоммуникации, относительно студента РГГУ, который с помощью этой нейросети сумел защитить диплом. Вот пока задам тот вопрос, который у нас заготовлен, отменить ли GPT-чат работу переводчика, а дальше предлагаю эту тему немного развить и поговорить, как может быть у вас это будет интегрировано. Потому что от прогресса не уйдешь. Безусловно. Ну, я, наверное, значит, ну, пару строк буквально скажу. Технологии – это здорово. И любые технологии можно использовать как в пользу, так и во вред. И то, что сейчас действительно нейросети уже настолько развились и настолько грамотно компилируют информацию, это, конечно же, позволит в будущем, я думаю, проводить более качественный обзор литературы. Вместо того, чтобы штудировать и перелопачивать очень много дополнительной информации, студент сразу может задать, грубо говоря, поисковые запросы. Через какое-то время ему будет уже отобрана та литературу, которую он сможет прочитать именно по теме исследования. С одной стороны, очень здорово. Но с другой стороны, мы знаем, что пока мы ищем информацию и читаем много информации, которая, как нам кажется, не по теме, она тем самым очень серьезно расширяет наш кругозор. Поэтому тут тоже этот вопрос, я думаю, каждый будет решать сам по себе. Ну, также и любые технологии можно использовать действительно во вред себе, ничего не делать, написать прекрасную работу, да, с помощью машины и защитить ее. Тут, я думаю, уже это вопрос такой вот моральный, да, как человек будет с этим жить, да, если он будет себя чувствовать после этого профессионалом и в беседе. Вот, опять же, очень часто можно увидеть человека, который, грубо говоря, купил свой диплом, да, именно в беседе по теме, да. Когда человек начинает плавать, начинаешь задавать наводящие вопросы, понимаешь, что, ну, вряд ли своим умом он все это сделал. Поэтому в живом общении, пока, я думаю, нейросеть и там автоматизированные переводчики работать сейчас классно. Если раньше было так, что где-то 20% можно было сохранить текст, а все остальное приходилось перенапачивать. Сейчас иногда 80% текста, очень сносно переведено, и мы уже превращаемся в определенного рода редакторов текста, потому что все равно машина пока не может полностью убрать вот эту двусмысленность или идет по другой ветке, да, потому что она более частотная использование данного слова. Наверное, Алексей Геннадьевич, да, продолжит. Я еще и про искусство как раз. Вообще, у нас, как вы могли заметить, в России это сейчас такая злободневная тема, но в англоязычном сообществе она еще дольше, еще более злободневная, вплоть до того, что художники бастуют против того, чтобы использовали их работы для тренировки нейросетей, и выходили уже книги, написанные нейросетью, отредактированные, там, по-моему, пару месяцев назад на английском, на Амазоне, по-моему, за 10 долларов продается детская книжка, написанная нейросетью, отредактированная человеком, там автор хвалится тем, что за 5 часов ее отредактировал. И, в общем-то, я от себя добавлю, что нейросети — это инструмент, то есть они не заменят человека, то есть потому что нейросеть выделяет определенные паттерны, то есть какие-то вещи, и их повторяет. Она их повторяет неосмысленно, потому что вот ее направили в эту сторону. Кто-то говорит об искусстве создания вот руководства для нейросети, что ее нужно запрограммировать хорошо и так далее, это вот один аспект. Но второе, что она действительно точечная и действительно сложная запроса, она не сможет воссоздать просто потому, что она их не поймет в любом случае. И, то есть, да, тут и роль редактора с одной стороны, и роль ее как инструмента, потому что, ну, если, наверное, вы пользовались Яндексом, Гугл и так далее в последние годы, и особенно если вы раньше им пользовались, то вы знаете, что пользоваться им почти невозможно теперь. То есть все захламлено, то есть половина ссылок рекламные, половина не по теме, половина вот вообще непонятно что. И вот чат GPT как раз частично решает эту проблему, потому что пока что он не настолько захламлен, как стандартные поисковики. Это, конечно, вопрос времени, но тем не менее. Ну, вот все-таки сразу же после этой ситуации с дипломом резко все, вот практически, вот большинство преподавателей практически со всей России выразились за то, что нужно запрещать, вот ни в коем случае мы к этому прогрессу не должны притрагиваться. Вот вопрос, сначала скажу абсурдно, они боятся то, что эта нейросетка стоит как терминатор, а еще более абсурдно то, что она будет в переводе Володарского, кейбаркобейца, либо же, что, они боятся технологического прогресса? Вот здесь вот ключевое как раз-таки можно к Алексею Германовичу слова добавить, то, что была написана книга нейросеткой, но ключевое, редактированное человеком. То есть, почему не могут те же самые преподаватели с других университетов и школ России понять то, что это все-таки реально инструмент, она не заменяет пока что, там, не заглядываем вперед на 50 лет, вот пока на данный момент смотрим. Я скажу так, если мне студент напишет диплом или курсовой нейросетью, я этого не замечу, то он действительно заслуживает оценки. Здесь можно слова Игоря Олеговича вспомнить. Ты написал с помощью нее, ты за тему шаришь? Шаришь. Значит, специалист. Конечно. И, в общем-то, да, мне кажется, многие действительно боятся того, что их работу лишат. То есть, из-за этого, потому что, как в случае с художниками, то есть, например, он как раз показывает, они открыто говорят, мы боимся, что мы без работы останемся, если все будут рисовать картинки. Вот сейчас уже работают над нейросетями для создания трехмерных моделей, и там уже начнется очередь 3D-модельеров бояться, что они без работы останутся. И мне кажется, да, это одна из основных причин, что это вот просто страх, то есть, что либо они не смогут отличить работу машины от человека, либо что без работы останутся. А так, если погрузиться в тему и действительно поработать с нейросетью, то сильно заметно, что там большой человеческий вклад нужен, чтобы она выдала что-то действительно актуальное для запроса и незаметное, что это нейросеть. Видимо, художники забыли такую священную фразу, которую пользуются абсолютно все. Я художник, я так вижу. Я так вижу. И вот как раз-таки после этой темы есть у нас еще парочка вопросов, и немного времени у нас осталось. Как раз-таки давайте их и разберем. Зная то, что у нас есть такой инструмент. Чем литература поможет в изучении языка? Коротко. Мы частично это уже затронули. Во-первых, мне кажется, вообще после изучения какого-то базового уровня языка необходимо погружаться именно в контекст, то есть в тексты на этом языке. И литература — это один из самых увлекательных и наиболее продуктивных способов погрузиться в язык. Потому что даже если... Вот у меня студенты часто страдают при этом, они ищут каждое незнакомое слово при чтении классики. Вот ищут буквально каждое. Я обычно советую им, вы первый раз читайте без словаря на английском. То есть... И пытайтесь по контексту восстановить, что значит это слово. И второй раз, когда вы это перечитываете, вы уже ищите определенные слова, которые вы не поняли, и проверяете, насколько было эффектно. Потому что, мне кажется, самый эффективный способ запоминания слов в другом языке — это через контекст, что вы раз за разом его встречаете. И все-таки в этом плане, мне кажется, литература нам намного более эффективна, чем условные журналистские статьи или вот какие-то технические тексты. Потому что там и словарный запас меньше, так как он рассчитан на определенную аудиторию, и он более узконаправленный, соответственно, и менее увлекательный в некотором смысле. И точно эффективнее дуолингва. Это моя прям боль. Следующий вопрос. Зачем изучать классическую литературу в 21 веке? Здесь, наверное, продолжаем вашу язык. Да. На самом деле причин много. То есть буквально можно назвать, это зависит от человека. Самое простое — это попробовать посмотреть на то, как жили люди давно, и понять, что, в общем-то, фундаментальные вещи так и не изменились. Что люди страдали, любили и умирали тогда, и говорили при этом примерно теми же идеями, что и сегодня. И, в общем-то, как раз безвременная классика темы хороша, что взгляд на нее меняется в зависимости от эпохи. То есть Шекспир велик тем, что люди, читающие Гамлета в 17 веке, в 19, в 21, видят в нем разные вещи. То есть даже, и если мы уходим от вот этого школьного вопроса, что хотел сказать автор, и если мы действительно думаем о том, что мы в нем находим, то можно открыть и о себе, и о мире множество вещей. Это вот, наверное, самый интересный из ответов, потому что остальные, они менее интересны. Ну, вот расширить кругозор, расширить словарный запас, то есть познакомиться, понимать отсылки в литературе и кино, понимать, о чем там говорят на умном подкасте и так далее. Они менее интересны, мне кажется, чем вот первый ответ. Ну, здесь получается, филология у нас еще передает привет историкам, то, что если мы хотим понять ту или иную ситуацию в контексте времени со стороны историзма посмотреть, как раз-таки нужно и обращаться к тем источникам, которые писали с то время. Верно? Да, потому что история, культура, она подразумевает и прямое взаимодействие с историей вообще. Пара вопросов осталось. Предпоследний из них проходит ли ваши студенты стажировку за рубежом? Ну, до определенного времени, конечно, почти каждый четвертый студент ехал в Европу, где он спокойно мог проходить как научную стажировку, проходить практику в Испании. Но сейчас ситуация чуть посложнее, но я хочу сказать, что студенты, которые мотивированы на изучение иностранных языков, всегда находят выход, сами находят всевозможные гранты. И мы, в свою очередь, конечно, очень рады, когда им удается выиграть гранты и поехать на стажировку в ту же Германию, в тот же Китай, в ту же Испанию. Поэтому стажировки продолжаются. Хорошо. И финальный вопрос. Когда пройдет день открытых дверей? Куда приходить? Когда приходить? Что касается дня открытых дверей, у нас буквально на прошлой неделе прошел день открытых дверей. Я хочу сказать нашим дорогим абитуриентам, что следите за информацией на сайте. Они у нас проходят ежемесячно. И во время дня открытых дверей есть возможность не только послушать руководителей нашего института, но также ближе познакомиться с нашими преподавателями, послушать их лекции, принять участие в мастер-классах и, конечно же, выбрать то направление и тот профиль, который вам по душе. Что ж, большое спасибо то, что ответили на наши вопросы. Время нашей программы, к сожалению, ограничено и уже подходит к концу. Еще раз вас благодарю. И благодарю за то, что мы немножечко, так можно сказать, поменяли формат нашей программы. Мы теперь говорим не только о контрольных цифрах, мы говорим не только об экзаменах, но еще и о самой профессии, то есть какие темы можно там поднимать. Заключительное слово. Есть какие-нибудь пожелания абитуриентам? Пожалуйста, кто начнет? Дорогие наши абитуриенты, мы ждем вас. Мы бы очень рады, если сегодняшняя беседа заинтересовала вас, что вы бы заинтересовались зарубежной феологией. Но помимо зарубежной феологии у нас есть другие направления. Я думаю, что мы продолжим наши встречи. Да, от себя я хотел бы вам пожелать, во-первых, наверное, и самое главное, что в жизни вот он, наверное, сейчас перед вами стоит, это выбрать то направление, по которому вы будете двигаться, ту профессию, которая будет приносить вам удовольствие. Потому что без удовольствия, без вот этого, как я сказал, щелчка, такого звона, когда тебе просто хорошо от того, что ты на месте занимаешься любимым делом и окружен такими же людьми, которым это интересно, мне кажется, это уже очень важный, очень важный, да, такой этап, который, если вы пройдете как этап студенчества, то, конечно же, вам будет гораздо легче уже дальше идти по жизни, как раз сопровождаясь теми или иными знаниями, которые вы можете получить. Ну и еще одна информация, что во время, по-моему, у нас весенних каникул целую неделю вы сможете посещать некоторые наши занятия в институте наряду со студентами, пообщаться и с преподавателями, поучаствовать в наших занятиях. В прошлый раз, например, на моем занятии по переводу некоторые абитуриенты обскакали наших студентов, я до сих пор издеваюсь над студентами, которых третий курс, который обошли одиннадцатиклассники. Так что, все в ваших руках, не забывайте получать удовольствие от процесса обучения, чтобы у вас все было хорошо. Да, я присоединюсь к Игру Олеговичу и желаю вам найти то, что вам нравится и заниматься этим. Мне кажется, это вот главное и одна из главных вещей в жизни, в принципе. Можно еще давать. Не бойтесь прогресса. Он не восстанет и не придет к вам в ваших кошмарах. Не будет кошмарить вашу работу. Да, прогресс и минуем. Встречаем прогресс с распростертыми объятиями. Как бы наша программа это тоже и по времени самому. Необходимо нам абитуриентов больше набирать, необходимо больше информировать. Поэтому работаем не то, что на всю Россию, но и на весь мир. Это был КФУ Лайф для Института филологии и межкультурной коммуникации. Приятных выходных. Всего доброго. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова